А теперь к новостям кинофестиваля. Чебоксарский кинофестиваль – это не только показ конкурсных фильмов и просто интересных лент, но и отличная возможность познакомиться с создателями и участниками картин. Накануне состоялась творческая встреча с советским и российским актером, сценаристом, театральным педагогом Александром Кузнецовым. Отправилась знакомиться и Юлия Важенина. В его фильмографии более ста картин, а известен он как в России, так и в Америке. Еще он впервые приехал на наш кинофестиваль. Речь об Александре Кузнецове. Проучившись пять лет на факультете радиоэлектроники, Александр понял, что его тянет к искусству. И забрав документы, тогда еще технарь отправляется покорять театральные вузы. Настоящим дебютом в кино для него стал фильм «Небывальщина». Это один из тех самых фильмов, который наполнил меня, дал мне невероятное понимание, ощущение красоты русской культуры, русской песни, фольклора и так далее. Самое смешное, что Госкино с СССР, это был 83-й год, когда они посмотрели тот фильм, они признали фильм «Небывальщина» самым антисоветским фильмом всех времен и народов. И был приказ уничтожить, смыть негатив. В итоге пленку спасли, а все благодаря усилиям известного режиссера Глеба Панфилова. С этого момента Кузнецов начинает активно сниматься в кино, и настоящая слава не заставляет себя долго ждать. Грандиозного успеха добивается картина «Джек Восьмеркин. Американец», где молодой актер исполнил главную роль. Эта лента стала во многом судьбоносной для Александра, ведь через несколько лет он и сам оказался в Америке. «Джек Восьмеркин вернулся из Америки в Россию. В какой-то степени я повторил его судьбу, если вы знаете. В 1991 году я с двумя картинами, которые снимались в России и в Европе, оказался в Лос-Анджелесе, прожил 18 лет. Представляете, 18 лет в Лос-Анджелесе, работал в Голливуде. И вот в 2009 году я вернулся из Америки в Россию. Потянуло на родину». Песни, как и кино, всю жизнь сопровождают актера. Он поет везде – дома, на публике, на сцене. И, конечно, творческая встреча была насыщена музыкальными композициями. Сейчас Александр Кузнецов – востребованный актер, преподаватель и основатель собственной актерской школы. Занимается он и масштабными проектами. Например, сейчас идет фестиваль мобильного кино. Кузнецов хочет пригласить лучших его участников и начинающих актеров в Голливуд. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.